Всем привет! Сегодня я продолжаю цикл конструирования и технологию головных уборов. Как показала практика и как показал мой канал, это одна из самых востребованных тем, и я решила ее продолжить. Но прежде чем я приступлю к работе, я хочу передать слова благодарности своим подписчикам и не только. Всем тем, кто меня поддерживает уже на протяжении очень долгого времени. Особая благодарность Владимиру, особая благодарность Светлане, Валентине. Мы очень много задели интересных вопросов и уже достаточно стали общаться плотно. Что я хочу сказать? Я всегда на связи и я всегда отвечаю на все комментарии. А сейчас я приступаю к работе. Прежде чем строить лекалы, я хочу немножечко пройтись по тканям. Значит, какой будет у меня берет? Вот смотрите, в принципе, у меня уже готовый берет. Он такой женственный, миниатюрный. Я бы советовала такой берет для невысоких женщин, потому что он смотрится на самом деле очень интересно. У меня было использовано два вида ткани. Значит, смотрите, что самое интересное. Вот этот берет у меня сделан из шерсти с кашемиром, но с небольшим процентом эластана. Когда вы стачиваете дно со стенкой, вы получаете автоматически вот такие красивые сразу же фалды. Они образуются автоматически. То есть я их сама не создавала. И вот благодаря тому, что ткань плотная, но она немножечко тянется, образуются вот такие красивые фалды. Вы можете взять это себе на заметку. На самом деле это очень интересно. И вторая ткань это просто кашемир, но она без эластана. Но что я хочу сказать. Здесь я использовала подкладку флиз. Это для тех, кто любит теплые береты. И сейчас я продемонстрирую, как смотрится этот берет. Единственное, что можно сказать. Вот эти вот фалдочки интересные. Их нужно закладывать, когда вы уже оденете берет. Это единственное. А так он такой же интересный, красивый. Вот здесь вот резиночка сзади будет вставлена. Которая и дает возможность на 2-3 размера берет подойдет. В общем-то неплохо. И третий вариант. На основе одного лекала я буду делать кепку. То есть в принципе лекала-то одно и то же. Ну просто-напросто мне нужно сделать козырек. Козырек я купила, но форма мне не нравится. Поэтому я буду его резать при вас, обтягивать при вас. И конечно же покажу, как я втачиваю козырек в основу. Вот. Взяла я вот такое же вот шерсть с эластаном. Сделала небольшую вышивку в виде пчелок. И в общем-то вот такую вот интересную ткань я сейчас буду использовать. Так, ну вот я одела берет. Видите, складочки вот эти вот нужно самим закладывать для того, чтобы получить более такую красивую форму берета. Я конечно не знаю, идет мне такой цвет или нет. Конечно же сейчас найдутся критики, которые что-то там скажут. Но дело-то в том, что я не для себя это делаю. Делаю для тех, кому нравятся береты и кто интересуется такой формой берета. Вот. Я люблю, конечно, более объемные береты. Голубой берет я не могу померить, потому что это маленький размер. И берет выполнен под заказ. Поэтому я его мерить не буду. Вот. А желтый берет вот так вот выглядит. В принципе, я хочу что сказать. Что такая форма берета подходит для кепок. Поэтому, кто любит кепки, то в принципе, я думаю, что вы прекрасно справитесь с этим лекалом. Сошьете себе прекрасную кепку и будете носить ее с удовольствием. Сейчас я построю лекало. Лекало строится очень быстро. Итак, я уже его, в принципе, начертила. И сейчас я все объясню для того, чтобы сэкономить время. Значит, смотрите. Диаметр окружности, который я беру для размера 54-55, равен 24 сантиметра. Не больше и не меньше. 24 сантиметра. Этого достаточно. Саму стенку я буду строить, так сказать, в половинном размере. Внутри окружности. Но что мне для этого нужно? Во-первых, мне нужно перемерить четвертую часть окружности. Я ее уже перемерила. Она у меня равна 20 сантиметров. Дальше мне из вот этой точки нужно опустить 4,5 сантиметра. И провести через центр окружности и через полученную точку произвольную прямую. И вот на этой уже прямой я отложу 20 минус 1 сантиметр. 1 сантиметр я заложила в окружность на посадку. Этого достаточно. Откладываю 19 сантиметров. Получила готовый отрезок. Тут же этот отрезок я делю пополам. И вверх откладываю перпендикуляр 2 сантиметра. И теперь мне нужно оформить красиво верхнюю часть стенки. Что я для этого делаю? От окружности, от центра окружности я откладываю 3 сантиметра, чтобы вот, смотрите, нам не вот так получить дугу, а чтобы она была у нас равномерная и красивая. Чтобы вот в этой части, которая у нас, скажем так, является главной, было красиво и ровно. Чтобы не было никаких вот изъянов. Поэтому я 3 сантиметра откладываю и начинаю соединять 3 точки. То есть веду через полученную точку, потом через эту точку и заканчиваю своей точкой. Вот этой вот, да, где 19 сантиметров. Все. Красивая дуга. Получилось неплохо. Дальше. Ширина моей стенки будет равна 7,5 сантиметров. От центра вниз я отложила 7,5 сантиметров. Вот. Ну и дальше что мы делаем? Теперь вот из этой точки вниз опускаем перпендикуляр. Откладываем точно так же 7,5 сантиметров. И теперь нам нужно точно так же оформить уже нижний срез нашей стенки. Единственное, что, разница в чем. Вот этот перпендикуляр, чтобы его, вернее, мы делим, конечно же, отрезок пополам. Он уже будет меньше 16. Делю пополам 8. Вверх перпендикуляр 1,5 сантиметра. И таким же образом мы должны будем оформить нижний срез нашей стенки. Но при всем этом нам нужно немножко сократить отрезок. Для того, чтобы вот здесь тоже сбоку была красивая фалда, нам нужно немножечко сделать скос. Поэтому я вовнутрь откладываю 1,5 сантиметра. Все. Соединяем все точки. Получаем нижний срез стенки. Вот, в принципе, и все. На этом построение закончилось. Единственное, что еще хочу я сказать. Вот здесь у нас идет сгиб. То есть, как бы, часть стеночки, она должна быть еще и в зеркальном отображении. Но этих деталей должно быть две. Две детали. Ну и, конечно же, нам нужно, скажем так, на что-то посадить берет. Это вот такая вот обтачка. Ширина этой обтачки в моем случае 2,5, даже не 2,5, а 3 сантиметра. То есть, ну, где-то внизу, для того, чтобы получить уже все три лекала, мы внизу давайте оформим еще и вот эту обтачку. Значит, сейчас я делаю, конечно же, с козырьком. Поэтому обтачка, ну, скажем, даже не обтачка, может, полоска из ткани будет шириной у меня 5 сантиметров. В готовом виде 3. И, конечно же, без сгиба. Потому что мы будем втачивать в нее козырек. И длина этой полоски у меня будет... Сейчас мы перемерим по чертежу, сколько она у меня будет. 15. Так, сейчас одну минутку. 14,5 сантиметров. 14,5 сантиметров. Умножаем на 2. Это у нас получается 29. 58 сантиметров длина полоски. То есть, я просто еще раз хочу проговорить, что саму стенку я строила как четвертую часть. Не надо об этом забывать. И 58 сантиметров у меня получается длина моей полоски для того, чтобы посадить уже сам берет. Ну, полоску мы будем, конечно же, делать с одним швом, который будет у нас находиться сзади. Вот и все. Сейчас немножечко можно внести изменения уже для размера 58-60. Изменений совсем немного. Мы, вернее, я окружность увеличила на 1 сантиметр. Диаметр моей окружности 26. И увеличила длину стенки. Я вот взяла камеру для того, чтобы вам ближе показать. Увеличила на 1 сантиметр. Все. И все изменения. И, конечно же, величина, вернее, длина полоски, ну или обтачки, если вы шьете берет, будет равна 63 сантиметра, если вы будете кроить по моим измерениям. 63 сантиметра это как раз под резиночку. То есть вы можете сделать резиночку потуже и получить 58 размер. Или сделать ее чуть слабее, получив размер 60. Сейчас я вырезаю свои лекала и перехожу непосредственно к крою. Я сначала хочу немножко поработать с козырьком. Вот сам козырек у меня, но я хочу изменить форму. Что я делаю? Я взяла обычную бумагу. Обычно пользуюсь я для лекал крафт бумагой. Она, кстати, продается. Немножечко вот так вот. Чуть-чуть понадавливаю, чтобы у меня была хоть какая-то форма. Так. Можно, кстати, вот здесь пометить. Все, вот она, печаталась моя форма. Ее даже, кстати, можно сейчас пунктирной линии прорисовать, чтобы она более-менее была видна. И вот когда уже на бумаге вы видите форму козырька, вот тут можно уже поработать. То есть, видоизменить сам козырек, как вам захочется. Ну, в моем случае, конечно же, я немножечко хочу срезать углы. Я вот так вот немножко срезаю углы. То есть, мы немножко как бы позанимаемся художеством. Это нормально. Немножко я срежу углы. И, конечно же, ширину козырька. Он очень большой и мне не подходит. Сделаю я пять с половиной сантиметров. Пять с половиной сантиметров. И немножечко так вот буду сглаживать угол. И смотреть, что у меня получается. Ну, вы, в общем, видите, что я все делаю от руки. Вот. Создаю форму козырька на бумаге тоже от руки. Ну, и иначе никак. То есть, в принципе, я думаю, что это тоже может пригодиться. Такой маленький. Такая небольшая, скажем, работа, да? Вот. Теперь, смотрите, я, конечно же, вырежу сейчас сам козырек. Только уже его первоначальную форму. Мне нужно будет сложить его пополам. Чтобы найти середину. Может быть, вы как-то по-другому делаете. Спорить я не буду. Ну, я делаю вот таким вот способом. Мне он нравится. Он очень достаточно удобный. Нахожу вот так форму козырька. Ой, вернее, середину козырька. Здесь тоже немножко подрезаю. И вот уже по новой линии вырезаю свой козырек. По новой линии вырезаю козырек. Вот так вот. Раз. И вот так вот. Два. Немножко так подкорректировать. Все. Накладываем. И смотрим. Главное, чтобы он у меня вошел в сам, значит, вот новый, новое лекало козырька у меня вошло в сам козырек. Немножко даже вот здесь придется срезать. Еще вот здесь чуть-чуть срезать. Давайте еще вот это. Не думала, конечно, что это много так времени занимает, но здесь все не быстро нужно делать. Все очень внимательно. От этого и зависит уже ваш новый, скажем так, уже дизайн, модель. Все, вот у меня уже готов козырек. Если что-то надо дополнить, то, конечно же, дополняйте. Может быть, глубину, может быть, где-то еще что-то подкорректировать. У меня все устраивает. Я беру мел, обвожу по своему новому лекалу козырек. И сейчас я беру ножницы. Ножницы лучше взять, ну, скажем так, плотные, прочные. И, конечно, здесь немножко понадобится сила. Все, я отрисовываю. Вот, видите. Понадобится сила, потому что резать непросто, я вам скажу. Но другого пути я, в общем-то, не вижу в домашних условиях. Только ножницы. Вот. И вот так вот я отрезаю. Но нет, вы знаете, не тяжело режется, нормально. Вот, видите, уже образуется новая форма козырька, которая меня и устраивает. Вот раз. И еще вот здесь я подрежу. Вот, в общем, вот таким вот способом можно создать новую форму козырька. Вот так. Все. Я получила свой козырек. И теперь мне нужно обязательно его обтянуть своей тканью. Естественно, я раскладываю ткань и буду кроить по косой. По косой. Вот так вот я накладываю козырек. Я специально делаю с лица, чтобы было более четко видно. Обрисовываем козырек. И сейчас я немножечко расскажу про припуски. Большие припуски делать не нужно. Единственное, где можно сделать припуск, ну, сантиметра полтора. Это, где идет срез, который будет непосредственно, скажем так, соединяться с самой основой кепки. Ну, это вы сейчас увидите. Я даже все сделаю на глаз. Вот здесь полтора. Ну, и уже по самому периметру козырька где-то 0,7-0,5. Ну, лучше 0,7 сделать. Но один сантиметр, я считаю, будет много. Ткань у меня толстая. И вот этот припуск, он будет очень сильно заметен на лице. А мне этого не нужно. В принципе, и все. Это одна деталь. И нам еще нужно сделать точно такую же вторую деталь. С козырьком я разобралась. Теперь я хочу показать крой уже на ткани. Берета-кепка. Так как все-таки, хоть я и использую одну лекало, но у меня получится два изделия. То есть и кепка, и берет. Я разложила ткань в один слой, где вышивка я укладываю свое донышко. Шов настачивания 1 сантиметр. Если у вас более тонкая ткань, то можно 0,7 сделать. Самое главное, чтобы ткань не сильно сыпалась. Тут вы уже сами учитывайте вот эти все моменты. Дальше я выкладываю свои стенки и краю их. Так как у меня, видите, ткань ворсовая, мне обязательно нужно учитывать направление ворса. Ворс я укладываю вниз. И вот так вот укладываю свои стенки. Точно так же обводим мелом и прибавляем по 1 сантиметру или 0,7. То есть у кого как. Единственное, что если у вас ворсовая ткань, то мы краим в одном направлении свои детали. Ну а если у вас гладкошерстная ткань, то можно и в зеркальном отображении раскроить свою стенку. И последняя деталь. Это обтачка, ну или планка. Давайте я ее так буду называть. Если вы краите берет, ширина обтачки я уже проговаривала 3 сантиметра. То получается, вот здесь видите, я прочертила линию. Это у меня идет середина или сгиб. В одну сторону я откладываю 4 сантиметра. И в другую сторону тоже откладываю 4 сантиметра. То есть получается, что припуск у меня 1 сантиметр на стачивание. Ну а если вы краите кепку, то полоска, вот эта планочка, у меня ширина 5 сантиметров. Уже с учетом припусков. Вот. В общем-то и покрою все. Еще что я хотела сказать. Давайте я сразу задену подклад, потому что я его сегодня показывать не буду. Но его очень просто собирать, точно так же, как и основу. Я просто задену быстренько эту тему. Из подклада мы краим донышко в один слой. И точно так же мы краим стенки в две детали. Все. Больше ничего не нужно делать из подклада. Теперь я хочу обработать свой козырек. Вот у меня выкроенные две детали. Сейчас я стачаю на ширину припуска и растрочу с одной стороны. И, конечно же, вам это все покажу. Сейчас мне нужно обтянуть козырек. Значит, ну вот смотрите, что у меня получилось. Сначала я две детали и сделала растрочку с одной стороны, так как ткань у меня ворсовая, практически ниток не видно. И теперь мне нужно уложить свой козырек, свою подготовленную деталь. Нужно учитывать тот момент, что козырек имеет вот этот прогиб, поэтому шов будет вот здесь, чтобы его не было видно. Это тоже как бы нужно учитывать. И укладываем козырек с одной стороны. Слегка ткань нужно натянуть. И старайтесь сделать так, чтобы ребро козырька оказалось по возможности между швами, чтобы не было толщины. И благодаря еще тому, что все-таки ткань раскроена по косой, мне удобней работать, потому что она тянется прекрасно. И я могу спокойно ее вот так натягивать. И вот выкладываем потихонечку, помаленечку. И вот здесь вот фиксируем иголочками. Прощупываем, конечно же. Немножечко даже вот так тянуть можно. Расправляем. Процесс этот, конечно, не быстрый. Но чтобы получить хороший результат, нужно немножечко поработать руками. Иначе результата хорошего не будет. То есть понимаете меня, что нужно все выкладывать. Так, ну я потом еще чуть-чуть подправлю. Может, кое-что мне тут не нравится. Чуть побольше мне времени нужно. Но вы поняли суть. Когда мы уже все, козырек уже уложили, я пойду сейчас на утюг. И немножечко нужно приутюжить, подутюжить, так сказать, свою ткань. Для того, чтобы она тоже у меня немножечко сформировалась. И приобрела такую форму козырька. Сейчас я это сделаю. И мы посмотрим, что у нас получается. Вот такой козырек у меня после утюжки получился. Ну, конечно же, если вдруг где-то что-то вас не устраивает, конечно, обязательно подтягивайте еще ткань. Хочу сказать, что хороший результат тот, когда у вас ткань просто, вот, понимаете, она как влилась в этот козырек и стала такой плотной и натянутой. То есть, если вы где-то увидели, что еще есть возможность натянуть ткань, натягивайте ее. Вот. Не бойтесь, ткань не порвется. Если она, конечно, хорошего качества, вот, не бойтесь, натягивайте, потому что ткань должна просто плотно, плотно прям сидеть на вашем козырьке. Вот. Вот видите, вроде бы такая маленькая деталь, а времени отнимает достаточно много. Но мы же с вами работаем в домашних условиях, поэтому здесь, конечно, есть нюансы свои. То есть, больше ручного труда, я бы сказала. Вот, если на фабрике там все делается автоматически, то в домашних условиях, конечно, это невозможно. Все. Вот козырек мой готов. И теперь, конечно же, мне нужно зафиксировать вот эту ткань. Что я делаю? Я беру однорожковую лапку. Ну, у меня тефлоновая только лапка. Но это не важно. Главное, чтобы она однорожковая была. И прямо вот рядом с козырьком я вот так вот пойду сейчас и буду делать строчку. Вот. Прямо рядом вот, где заканчивается мой козырек. Я проложу сейчас строчку. Хочу еще раз показать свои выкроенные детали, потому что все. Сейчас я перехожу уже к сборке своего берета-кепка. Да? То есть, если мы шьем берет, мы не используем козырек. Если мы шьем кепку, то мы используем козырек. Вот мое донышко. Я его не дублирую. Дублировала только под вышивку. Дублерин здесь не нужен. А вот по поводу стенок хочу немножечко, да, остановиться. Смотрите, я дублирую. Вот если у меня, допустим, сколько здесь? Девять. Девять с половиной сантиметров. Это вместе с припусками, да, на стачивание. То я где-то дублерин вырезаю семь с половиной сантиметров и дублирую вот такую вот полосочку. То есть, верхнюю часть, куда у меня будет втачиваться донышко, я не дублирую. Я вот здесь не ставлю дублерин. Только где у меня будет притачиваться обтачка или планка. По поводу нижней части, ну, то есть, или обтачки, или планки, я обязательно дублирую. Планку цельно дублирую, а обтачку дублирую наполовину. Все, в принципе, и все. Вот смотрите, видите, насколько я вытянула ткань. Конечно, нужно обязательно лишнее срезать. Я оставляю где-то один сантиметр. Ну, так как у меня везде один сантиметр припуски, поэтому я и оставляю один сантиметр припуск. Видите, я срезаю лишнее. Все. Что еще очень важно? Конечно, нужно поставить насечки, но я сделала это мелом, чтобы у меня было более четко видно. И обязательно нужно знать, где у вас будет находиться сам козырек. Все. И приступаем уже к сборке самого изделия. Я уже вот здесь на один сантиметр стачала свои стеночки. начинаю я сверху. Начинаю я с ушных раковин. То есть, швы у нас будут находиться на уровне ушных раковин. делаем сколку. Принцип, в общем-то, точно такой же, как и для всех беретов. Скажем так. То есть, вот так вот мы делаем сколочку. Параллельно с этим можно, кстати, еще и стачать подклад. Но вы должны учитывать один момент, что в подкладе где-то нужно оставить небольшую дырочку для того, чтобы вывернуть потом уже свое готовое изделие. Ну, давайте я сейчас приточаю донышко. к своим вот этим деталям. Так, ну вот, я приточала донышко. Знаете, я всегда почему-то, ну, не знаю, мне уже так это нравится. Я растрачиваю шов со стороны донышка. Делаю вот такую вот строчку. А со стороны стенок я строчку не делаю. Ну, не знаю, мне так больше нравится. И видите, какая интересная ткань. Она сама начинает фолдить. И, в общем-то, я даже утюжить не буду вот этот вот срез. Теперь я хочу приточать к своей планке свой козырек. конечно же, я нахожу середину, ставлю насечку и точно так же соединяю центры. Сейчас мне понадобится опять односторонняя лапка. Так, здесь я, наверное, не сколю. Ну, хотя бы пока соединю вот так вот все детали. вот. И односторонней лапкой я сейчас по вот этой строчке приточаю козырек к своей планке. Так, вот, что у меня получилось. И теперь мне нужно еще приточать вторую часть планки. то есть я просто-напросто скалываю планку лицевыми сторонами вовнутрь и буду сейчас стачивать. Я хочу заснять тот момент, вот, когда я буду стачивать, потому что не все понимают, а может быть, даже и думают, что это очень тяжело и как-то вот сложно. Я не скажу, что все просто. Нет. Но можно приноровиться. Вот видите, я даже выкладку вот так вот делаю, смотрю, как у меня пойдет вторая часть, да, чтобы у меня все совпало. Вот здесь поставлю иголочку. Так, вот здесь у меня немножко вышло. Ну, это потому, что у меня ткань с эластаном. Я ее потом срежу. Лишнего мне не надо. Вот. И сейчас опять же односторонней лапкой по этому же шву я буду притачивать вторую часть. Но сначала я притачаю, вернее, пройдусь по козырьку. Давайте я сейчас настрою. Итак, я приступаю. Иду точь-в-точь со своей строчкой. Ну, вначале я могу и как бы немножечко вручную колесо покрутить. Ничего в этом нет страшного, потому что, конечно же, здесь есть толщина. Я, конечно, не знаю, справитесь вы на бытовой машине, к примеру, да, но возьмите, допустим, более тоньше ткань, не такую, как у меня. И я думаю, что, в принципе, можно справиться. Вот. Козырек, конечно же, я не могу никак согнуть, поэтому в основном я работаю тканью, ее вот так вот оттягиваю где-то, выкладываю, чтобы она у меня выложилась как надо. Вот так вот раз и дальше. еще немножко все, и мы притачаем узелек ко второй половинке. Я даже здесь иголочку уберу, она мне не нужна уже. Так что, я думаю, что если вы возьмете тонкую ткань, потоньше, конечно же, потоньше, у меня очень толстая ткань, вот с которой я сейчас работаю, прям, скажем, зимний такой вариант, можно взять чуть-чуть потоньше ткани, я думаю, что в принципе можно справиться. Все. Главное, чтобы не было видно нигде строчки, вот здесь у меня немножечко, чуть-чуть видно строчку, но в принципе, если есть желание, то можно конечно еще и на второй раз пройтись, только уже допустим с изнаночной стороны. Это уже лично ваше дело, но я вот допустим хочу пройтись и тут у меня немножечко вылезло, то есть тоже подкорректирую сейчас еще немножко. Ну, я бы сказала, что самый сложный этап мы прошли. Опять же я еще раз повторю, что это мы обрабатывали козырек у кепки. Если же у вас берет, то этого делать не нужно, у вас все гораздо проще. Вот, ну, теперь мы переходим к операции, которая касается и кепки, и берета. Я хочу поставить сзади резиночку. Для этого мне нужно сначала стачать отрезок небольшой. Но я сразу что хочу сделать, я хочу сразу же продеть резиночку, прям туда ее вовнутрь сейчас и вот так сделаю, заложу, чтобы мне булавками не пользоваться, ничем. Все, совмещаю я шов. Вот у меня здесь резиночка. Ну, сколько я отрезок? Вы знаете, я, как правило, обычно где-то 6 сантиметров у меня отрезок получил, 6-7 сантиметров, то есть в одну сторону 3,5 и в другую сторону 3,5 сантиметра. Вот здесь у меня резиночка, я ее прощупываю. Конечно же, мне сначала нужно будет ее заточать, то есть чтобы она у меня не выпала. Нужно сделать две строчки, три строчки, то есть как хотите. опять же, может быть вы уже проделывали эту работу и у вас свой какой-то метод есть. Все, доходим до верхнего среза, просто делаем строчку, резиночка у нас внутри, как бы соединяет две стороны планки. строчка идет по срезу, я где-то на 0,7 делаю, на 0,7, все, смотрю, какой здесь у меня отрезок, волки убираю, довожу тоже этого же отрезка. Белаю небольшую закрепку, поворачиваю к себе, смотрю, чтобы у меня все было ровно, и слегка натягиваю резиночку, но не сильно, сколько вы хотите, столько можете натянуть, то есть вы уже смотрите, и опять делайте строчку вниз, как бы вам надо заточать резиночку, так же вы можете использовать способ с теми резинками, которые я предлагала в предыдущем видео, да, слегка совсем, потому что объем головы небольшой здесь у меня, я немножечко совсем слегка стянула, пускай у меня так и остается, вот, значит, что я еще не проговорила, ну, козырек, конечно, мы вточали, все это хорошо, все замечательно, конечно, потом мы закончили свои планки, и еще, что хотела я заметить, нужно обязательно сделать расстрочку, но понятно, что расстрочку мы делаем только с изнаночной стороны, вот, все, теперь нам нужно соединить два среза, для того, чтобы ровно уже вточать верхнюю часть берета или кепки, тоже делаю вот такую сколку, все лишнее я убираю туда, вовнутрь, вот так вот, чтобы не было ничего видно, и точно так же мы дадим строчку, точно так же мы дадим строчку, можно сказать, что дошли до финала, мне осталось нижнюю часть притачать к верхней части, я вывернула верхнюю часть изнаночной стороной вверх и вложила вовнутрь нижнюю часть, соединила все свои насечки, сколола, я просто немножечко опередила скажем так действие, но я думаю в принципе все понятно, то есть сделали сколку и стачали по кругу две скажем две части, верхнюю и нижнюю, все, удобно стачивать именно вот таким вот образом, почему я и показываю как я подготовила берет для стачивания, подготовила свое изделие для стачивания, ну или берет, или кепка, что у вас, все, я в принципе уже строчку сделала, сейчас я просто хочу вывернуть и показать результат, вот, такой результат у меня получается, очень красиво, здесь вот такие пчелки красивые, вот такая беретка, сейчас, конечно, я немножечко подкорректирую кое-что утюгом, где-то под утюжу слегка, посмотрю, что мне можно сделать, какую влажно-тепловую обработку можно сделать, где-то вот почищу щеточкой, сниму мел, вот, и в принципе все, то, что хотела я рассказать и показать сегодня, я сделала, конечно, я ее сейчас одену, хотя она мне немножко, наверное, маловато будет, но я посмотрю сейчас, осталось только запаковать подкладом, как запаковать подкладом можно посмотреть в предыдущем видео, где я отшиваю берет из искусственного меха, там я показала всю технологию, но все очень просто, и вы знаете, даже, я думаю, вы и так поймете, как обработать свой берет или кепку, к сожалению, я не смогла надеть кепку, потому что это размер 54-55, сшита она у меня под заказ, вот, клиентка не любит, когда ее снимают или фотографируют, поэтому мне пришлось довольствоваться малым, я надеваю ее на манекен и вот так вот могу вам показать, сейчас я покажу саму вышивку, вот донышко и вот такие вот красивые пчелки уселись на вот такую кепочку, если вы захотите сшить себе такую же кепку или берет вот с такой вышивкой, то вы можете перейти по ссылке на мой магазин в ярмарку мастеров или написать личным сообщением на имейл или оставить комментарий под видео, я делаю ткани с вышивкой изготавливаю, поэтому можно заказать и я отправляю во все регионы России вот такая вот красивая пчелка и такой такая хорошая кепочка вот сейчас я покажу на свет потому что это настолько красиво они прям такие золотистые такие яркие очень хорошо смотрится на черном просто шикарно смотрится на черном золотистый цвет так что в принципе цветовая гамма обговаривается всегда и количество пчелок обговаривается тоже все возможно и вы своими ручками тоже можете изготовить прекрасные головные уборы для себя или для своей семьи ну на этом я хочу закончить свое видео желаю всем творческих успехов и всем пока пока